Через три недели в школах прозвенит, первый звонок и дети сядут за парты. Как раз этого времени достаточно, чтобы подготовить паспорта безопасности. В них появятся подписи всех контролирующих служб в том случае, если замечаний к образовательным учреждениям не будет. Сейчас у нас время есть. Хорошо, мы раньше начали все это, чтобы сейчас, к 1 сентября, все было нормально. Разметка была достойна, и везде горячая, холодная вода была, и чтобы на пульты все было выведено, и чтобы охранники тоже достойно несли свою службу. Сейчас в школах и детских садах завершаются работы. В шести образовательных учреждениях был проведен капитальный ремонт. В целом же на все корпуса было потрачено из бюджета города 60 миллионов рублей плюс 20 миллионов помощь шефов сочинских единороссов. Это ремонт внутренних помещений, фасадов, игровых площадок, систем теплоэлектроснабжения. В этом году будут открыты новая школа верхней берандии и дополнительный корпус сотой школы. На следующий год запланировано строительство еще пяти. В этом году придут в классы на 5 тысяч учеников больше, чем в прошлом. Всего 60 тысяч. На следующий год у нас программа ремонта, то есть строительство новой школы на Мамайке на тысячу мест. У нас на следующий год в планах, и сейчас министерство строительства, ну, работаем с ними, чтобы они подтвердили, строительство двух корпусов школы номер 23. Первый корпус – это на территории самой школы, а второй корпус – это реконструкция несовершенного строительства. Как подчеркнул Анатолий Пахомов, самым важным остается безопасность учебного процесса. К 14 августа все школы должны отчитаться о степени готовности, а там, где на сегодня выявлены недоработки, в срочном порядке необходимо их устранить. Все эти недостатки, которые были сегодня озвучены в ходе заседания антитеррористической комиссии, конечно, будут тщательно рассмотрены, и по большому счету мы понимаем, что за оставшиеся почти три недели они устранены. Мы обязательно все это возьмем в работу, проверим все озвученные недостатки, все то, о чем сегодня говорилось, и, конечно, к учебному году подойдем с максимальной стопроцентной готовностью. А накануне Дня знаний личный состав полиции будет переведен на усиленный режим несения службы. Все школы возьмут под охрану.